Рассказывает, что за год туда 3,5 тысячи за этот год приехало людей. Но я ему туда икону сделал. Там сделали на камне икону, на Иерусалимском камне. И вот он сейчас поставил святого Харитона икону у себя в храме. И рассказывал немного иконы, показывал чудо, какой в пустыне находится храм. Он небольшой, буквально метров 30, наверное. И там иконы висят 16-17 век. То есть драгоценности на аукционах Сотби покупали иконы вот эти. То есть они ценности немыслимые там. И посыри, и в пустыне стоят. Понимаете, и никто туда даже и не мыслит, не украсть их, ничего. То есть там они стоят великих денег, и никто не охраняет их. Понимаете, как Господь их там охраняет. Вот как раз на том месте, где Еремеи Господь являлся. Ну что, вопрос задать можно. Ну, Еремеи Бог там являлся. Ну, а как это место относится ко мне или другим, кто туда приходит? Как это увязать-то теперь? Где это написано такое? Вот он говорит, как-то вот духовно укрепляются люди от того, что вот... Ну, я не знаю. Мне тоже, мне тяжело, конечно. Я не езжу по таким местам. Я не знаю, как можно духовно укрепляться. Ну, если бы Бог сказал так. Он являлся Моисеем и сказал, что это место огороди, где купина горела. И там будет все время дуб расти, или на это место люди будут приходить и видеть видения такие же. Но ничего этого нигде нету. Место, на котором ты стоишь, земля святая. Но не сказал, что она будет всегда святая. Там вот сейчас горит куст купины и не сгорает. Но ты совершенно никакого отношения не имеешь ни к Богу, никак. Но явился, да многократно являлся Господь и Самсону являлся, и родителям Маною. И нигде, никогда к этому месту люди не стремились, покаяния там не было никакого. А где пророк Илья был, ему Бог явился, кормил его, лепешка, мясо давал. Да тут бы сейчас там мясокомбинат открыть надо. На этом месте ворон притаскивал ему. Да тут... Они уже не знают, на чем его хватить. Если человек святой был, палец отрежу, у меня эта святость перейдет на меня. Мне вопрос задают, в мочах живет ли Христос? Ой-ой-ой... Вот где храм был, и там фундамент, и ангел там стоит все время. Храм разрушен, ангел стоит, королит фундамент. А фундамент на полметра землей засыпанный. И уже за ангела знают. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, вторгаясь в то, чего не видел, надмиваясь плотским своим умом в служение ангелов. Ангелу больше никакого поручения Бог не дает, как наши кирпичи караулить. Сто лет стоит ангел. А ангел дан, как хранитель живому человеку. А мертвый... Если вот относительно вот того, что... Я же говорю, там иконы с аукциона Сорби в пустыне стоят, и никто на них даже не покушается. Ну это же чудо. Это я понимаю, никого нет чуда. До времени Агафья там никто не знает. Наконец пришел человек. Ну пришел, ну какая она там... Женился с ней, насилие там какое-то сделал, и все. Никто, никто. Наконец находится кто? Американцы знали как. Где банки строить? Построить на болоте. А на болоте там машина не ходит. И туда провести дорогу. Но одну только дорогу. И сделать ее такую, как стиральная доска. Чтоб скорость больше 4 километров не была. А если больше, он в болото улетит. И все. Но тут они никакого отношения-то не имеют. Я просто говорю об этом месте. Раз они об этом упоминают, значит, это что-то значит. У Расула Гамзатова написано стихотворение. Мужик убил зайца и больше никуда не стал ходить. Каждый день ходит под тот куст, где зайца убил. Ну, зайц больше туда не приходит этот. А другой убежал. Все это глупости. Ищут где-то святость в одном. Мы даже место менять больше. Дислокацию менять. Менять тактику. Маленько надо как-то встретиться. Я вот хотел у него спросить. И не решился все-таки. Я вот хотел спросить у него. Вот люди, которые приезжают. Он вот говорит, они духовно укрепляются. А я хотел вот спросить. И вот не решился. Я хотел спросить. Ну, а вот как доказать, что они духовно укрепляются? Никак. Почему видно, что они духовно укрепляются? Никак. Повторяю. Даже не задавай. Если задашь, то приготовься к одному ответу лживому. Нигде в Писании этого нету и не было, и не будет. Чтобы без встречи со Христом что-то было. Иконы чудотворные исцелились. Это они могут. Но это человека не делает более духовным. Духовно милый Дух Святой. А Дух дышит где хочет. Евреи, говорят, поклоняются на горе Сион. А самая, как говорит Фатина-то, а у нас на горе Горезима, Господь, говорит, не там и не здесь. Еще забыли встречу Христа у колодца. Больше ничего не надо к этому добавлять-то. Они там, говорят, они это ищут. Ищут не в том углу. Духовно, если хотят они укрепляться, это возможно только при отдаче Господу. Поверить всему, что он говорит. Безоглядно. И при том, Бог дает не так. Вот у святых праведность. Он 30 лет постился, молился, в болоте сидел, и Бог дал ему исцелять других. Но исцеляет других. А дальше что? Где вы нашли такое, что за чудо, которое через меня Бог делает, и получу я награду? Златоуст говорит, за это никто не получит награду. Бог ценит труды и поты. Пот. Вот с меня потка, да. Вот это, больше ничего здесь нет. А это чудотворение. Я сказал, вызвала. Какой твой труд-то? И языком молотил. Бог это делал. Это его труд. Вот они там собираются. Их много паломников. Это я знаю. Знаю. Ну а дальше-то? Встречаются люди, которые там были. У них как мозги отшибленные. Ко мне приезжал корреспондент. Ну, по московской газеты. Не ко мне лично. Ну, по моему письму, так сказать, был. Ну, нормально, можно было разговаривать. А где-то что-то не так. Приезжает, скажет, у него мозги сбекренило совсем. Что с тобой? Ну, вот это... Оказывается, он в крестном ходу был. Их там великорецкий какой-то ход. И он шел. И как они ночевали под дождем, на корнях деревьев, там, болотистая местность. Я говорю, тебе что это дал-то? Да как? Это такое дело. У меня ревматизм как болеть стал теперь. Он за Бога пострадал. Все лесополосы загадили. Но что тебе это дало? Какой ты был, таким ты остался, казак лихой. Ничего не дают они. Этот путь Бог не указывал, и не надо выдумывать. Путь указан один. Я есмь. Путь истинной жизни. Любишь меня? Соблюди мои заповеди. Вот об этом только и заботься. Как я могу вот это для Божьей славы поставить? Вот мы встретились с вами. Я каждый день молюсь об этом. Чтобы все, что мы делаем, было для славы Божьей. А если не удастся поехать нам для славы Божьей, повторяю, у меня нет ничего. Но я постараюсь в каждом консульстве забрать, беру с собой книги и подарю и там, и здесь. Я оставлю след. Я оставляю очень глубокий след. Более глубокого нельзя даже. Книги эти они не продадут. Они у них будут. Они ими похвалятся друг перед другом. Это мы ездили где здесь, в Украине были, в Азербайджане. Я подарил книги. Так они забыли про нас и перестали вообще пропускать. Я захожу, они там сидят, картинки рассматриваются. Вы пропустите. Он вышел, откройте ворота, пропустите, а там очередь целая. Вот этих пропустите с бородами. След евангельский оставить. И за это не придется раскаиваться. Вот монах. Я был в Грузии в 13-м году у отца Наума. И он низенький рост такой, вот так вот стоит, вот как евреи у стены плаща. Я говорю, а что с ним такое? Да вот так поврежденный. А как? Ну, он где-то лет 12 был в монастыре. Да 7 лет, это уже необратимый процесс начинается, разложение индивидуума. 12 лет. А там полное послушание. И вот это сейчас жития святых во свете Библии. Я там все рассматриваю. Как он там хворостинку сухую поставил, как он ее поливает и прочее. А потом вытащил, еще нет, бросил. Они не знают Бога. Они играли в это послушание. Почему? На место послушания Богу. Как Богу слушать? А зачем же как Богу? Надо Богу, а человеку как человеку. Могу пример привести, Игнатьевич. Я когда жил на Урале, там у нас местный священник, отец Андрей. Это город Артемовский. Пониже. Вот. И вот он, это, было у нас занятие по Слову Божьей. Приезжает человек, который ездил за благодатным огнем. Там мужчина. Он сам доктор, какой-то хирург. Его отправили с Екатеринбургской епархии. Там их несколько человек ездило. И все. И он к нам заходит, к нам в храм привез этот, именно зажечь, чтобы у нас там свечи от благодатного огня. И вот, все такие радостные, все. А мы его потом пригласили на занятие по Слову Божьему. Типа, приходите, Слово Божие изучаем, потолкание Блаженного Филакта. И он отказался. Он говорит, зачем мне это надо? Просто зачем, говорит, мне это надо? Вот и определитель. Любит ли он Слово Божие? Вот в этом-то и заключается. Что ему там дает эта святость? Куда бы он съездил? Вот пример простой. Вот из Красноярска приехал тот священник Лузин Владимир. Ко мне сюда, вот я сижу в этот дом. Я говорю, у меня сегодня занятие в университете. Пойдете, пойдете? А ему больше негде. Ну, одного я не оставлю, я вас знать не знаю. Пошел. Он сел на первую скамейку. Ну, пар там, студенты как сидят где. И он как коралькой согнулся, голова вот так вот. И так и просидел до конца. Как аспит глухой. А потом стал такие дела наворачивать, уехал там, кому на квартире был. Обманул их, квартиру на себя подписал, домовую забрал, их паспорта уехал. Я не знаю, каким путем они его нашли. Где-то через суды кое-как вернули. Жулики. Охотятся за домами, чтобы они им подписали. Они там молились где. Ну, и взял двух девок с собой. Девки беспризорные-то. Ну, они растут, а он, ну, целебат. Как у нас переводят, целят баб. Его-то девки-то растут. Ну, растут-то, растут. Зашли она, но ноги ему так, вот так вот на шею, еще не знаю, щешет или что там это дело-то. Ну, если он не монах, тогда, может быть, и сошло бы где-то. Но они растут. А Игорь-то приехал туда-то, все рассказывает, добулнов там. Он такой звериный лик там показал, как он начал, ты кто такой тут пришел. А она зашла, девка-то в штанах, ну, ей уже, наверное, лет там 13. Ну, она вся уже оформилась, готовая. Так он как поднялся. Я, говорит, сказал, это мерзость перед Богом, второзаконие 22.5. Девка-то шмык. Проходит маленькое время, она заходит одета по форме. Вообще, особенно она по форме. Ему, видимо, нужны формы ее, а не по форме. Как он отпустился на Игоря? Ну, Игорь-то, я, он принес сюда, взял книг, привез, двумя руками приволок. Ну, Игорь, богатырь-то. Он его оттуда. Вот и все. Они всякие разные люди-то есть. Но отношение к Слову Божию, это один из определителей. Вот мне сейчас из Финляндии, кажется, прислали, из Англии. Вот я посылал-то, уже молятся специально. Это протестанты. Специально молятся, назначено молиться о моем приезде, чтобы второго меня консул нормально принял-то. Дали-то. Это люди-протестанты. Это бог располагает сердца. А у меня только теперь в голове, на какую тему им сказать. Как сказать? Они знают, что я православный. Они выходят и меня представляют. И брат, брат, везде. Я говорю, я православный. Ну, брат православный-то ты наш. Ты по Евангелии проповедуешь-то. Но я проповедую по Евангелии. Это вам, может, и не понравится, но я крутить головой не буду. Я прямо должен сказать вам. Господь так благословляет. А нет, я не знаю. Тут пришел к вам монах. Он там рассказал. А они только тут копаются, как навозные жуки. Дальше они не идут. У каждого свой котышок. Они делают эти жуки, большие шарики, потом заносят в свои столовые. Он бы рассказал о том, вот как человек не знал Бога, как он встретился. Мы рассказали ему, он услышался, Господь коснулся. Это ничего нет. Они не знают этого. Просто не знают. Он не может мертвец другому дать жизнь. Он мертвый. И сохшее шресло. Геннадий Ильич, ну вот тут, если вот с такой, с обратной стороны посмотреть вот на это, все равно же это места, как говорится, они, ну, можно их назвать святыми. Конечно, они святыми. Вот. И как относиться вообще к этим местам тогда нужно? Никак, как бывшее место. Место и место. Откуда, что это место надо отдельно посчитать? Этого нет во всей Библии. Петхозаветные много посчитали. Они ни ворон не стали посчитать, что они Ильи приносили мясо. Ни места, где он сидел у Харива. Нигде этого нет. Просто поминается это место, и все, оно не отмещалось никак. Оно особым почетом не пользовалось. Никакой таблички не вывешивали. Этого не было. Просто не было. Не было. Христиане первые забирали тела свои, а где казнили мучеников, апостолов. Это место, оно никакого значения уже не имело. Это место, ну, оставалось место и место. И все, Бог всюду присутствует. А здесь все, где он был, где что, как у этих, у лютеран нашли туалет лютера. Весмелович Андрей Кураев говорит. Вера-то какая-то у вас нога похожая. Ну, обнаружили, да, действительно, туалет там был. Доказали все это. Ну, и дальше-то еще. Вот он жил здесь. Вот этот, привезли здесь туфель какой-то, или как его назвать, там, сандалия. Спиридона Тримефунского поклоняются, там, под стекло сделали, лбы бьют, там стоят. Его туфель. Его живого нет, он бы туфлем-то брякнул по башке-то, православной, пустой-то, чтобы не шарились здесь. Ну, было, ну, было. Ну, и что из этого, что было-то? Вот здесь вот Давид победил Галиапа. Ну, евреи там не поклоняются. Гора искушения. Вот на этой горе Христа искушал сатана. Ну, и что теперь вы зачем искушаете-то? Или что, сатана расплодился, перелез в людей? Ну, ну, просто глупость, и даже это не глупость, а беснование. Они отвергнутые. Вот теперь где-то вошло, уже утвердилось в нашей культуре, вот, и люди считают это уже как неотъемлемо. Но когда вот начинаешь им вот про эти вещи говорить, то людей это очень сильно обижает, потому что это сидит уже в крови вот у них. Срамота какая. Да если бы я, говорит, угождал людям, чтобы не обижались, Павел, говорит, да ныне не был бы рабом Христовым. Это вещи несовместимые. Я проповедник. Я никому никогда за 51 год не угождал. Никогда. Зачем? Я угождаю моему Господу, чтобы остаться верным ему, в слове его. А я потеряю, сейчас тебе правду скажу и потеряю. Ну, если правда может убить человека, пусть она убьет его. Правда. Ничего, кроме правды. Нигде не посчитается то место, где там начинает говорить, где вот Господь был. А сейчас что? А то вот краеобрезание Христово на восьмой день и поклоняются. Ой-ой-ой. Навоз от осла, на котором ехал Христос. Видите, у вас просто натура. Вы ведь человек такой по натуре. Я вот точно такой же. У меня, чтобы куда-то съездить в другую страну, там, на достопримечательности, я никогда в жизни не поеду. Я лучше огород вон бабулек скопаю, картошку посажу. Вот. И ни за что не поеду, понимаете. Ну, а люди есть такие, что им вот дайте поехать, понимаете. Они вот этим живут. Ой, я поеду. У них вот это вот огромное желание такое есть. Писание говорит, когда говоришь, познают истину, они забросят своих идолов. Это идолы. Идолы, фетиш. Фетишизм. Поклонение предмету. Это такое было. Но это свойственно было, когда поклонялись демонам. У христиан этого не было. Это не было, они этого не знали. Стефана погребли мужи благоговейно, и был плащ. А сколько плащ? День, все на этом закончилось. Вот у меня интересно, меня осудили, и приговор в суд вынес. А наши-то на суде были. А люди-то с разных городов, и все пришли домой. А потом мне жена рассказывает, и люди... Вот мы, говорит, ничего не могли сделать. У всех такое настроение радостное, что его не освободили, посадили. Понимаете, такая радость у нас. Какая радость-то, посадили, брата посадили. А мы, говорит, ничего не можем сделать. На душе ликующее такое, поздравляют друг друга. Вот это, я понимаю, поддержка. Они не ходили вокруг, не плакали, не стонали. А человеку передается это. Вот как. Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Радуйтесь, когда вас убивают и прочее. Берегите души свои для Бога. Это такое коротенькое время. Вот выражение Серафима Саровского, я его пользуюсь. Хотя бы вся комната наполнена была червями, и каждый прогрызал тебя во всех направлениях. Это было немножко, хотя бы лет сто. И тогда возлюбленный надо было претерпеть ради будущей славы. Говорил, не говорил, но ему приписывают так. Я не утверждаю это, но слова-то сильно хорошие. Апостол подкратковременное страдание и преизбыточная слава. А что сравнивать это? В вечности будет и поклонение Богу. Все будет, но не будет возможности пострадать. Это возможно только в этой жизни. И тебе будут завидовать не миллионы, лежащему Сергею Козлову, а миллиарды козлов будут завидовать, которые на левой стороне окажутся, которые бегали, прыгали в воздухе, переворачивались, разные фокусы делали, у которых адреналина не хватало в одном месте. А я лежал и думал, смотрел в небо и хорошо каялся. Бог знает, кому и как, и где. А вот они там есть. Я мог бы не говорить. Я не могу не говорить, я обязан сказать. Богу это не угодно, что мы стояли на одном месте. Ехали в определенное место, и там... Бог не обещал, это люди придумали. А там вот такое, здесь никуда не надо ехать. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Не к вещам идите, не к камням, которые там где-то что-то было. Прямое указание. И это прямое указание апостолы выполнили, разлетелись по всему миру. А это все потом пришло, когда то направление потеряли. Стали чтить вещи, место там где-то было. Ну, Библия маленькая книга разная. Ну, хотя полслова-то было сказано. Чтите то место, там что-то было. Вот гора, гора Преображения, гора Фавор. Да нигде в Библии не названа гора Фавором. Это самое главное. Вы даже здесь не можете доказать ничего. В Библии нет, что это Фавор. И поэтому утверждать никто не может этого. А теперь там туристы, там на палатке. И в полдень на чистом небе появляется облачко, гремит гром, дождь, и оно уходит. И каждый год так. И они умирают там. А что, приезжают с блудницами своими, в достатке все. И они ждут этого шоу. Да, действительно так. Но сатана, говорит, будет не заводить огонь с неба. Написано. Мы считаем, откровение 13 глава. Надо любить Бога. И Бог нас предупреждает. Не хочет, чтобы мы были глупыми. Нерассудительными. Все дороги, как говорится, приводят к Святому Духу. Кто-то Святого не имеет, кто-то не Его. Да. Это слово страшное. Сейчас Володя хотел сказать что-то. Я хотел вспомнить стих Писания. У Серахова написано «Источник премудрости Слово Бога Всевышнего». То есть, если хочешь, чтобы тебя Дух Святой посетил, наполнил своей благодатью, вот источник премудрости – это Слово Божие. Он сказал и пошел. Он сказал то, что эти монахи за 10 лет не услышат. Вот и все. А Валама Василиса заговорила и обличила. Вот они особенно злятся, что у меня образования нет. А я этим афиширую. У меня нет образования никакого. Я дня не учился. Они мне в упрек ставят. А я тогда вижу, что их заносить начинает. Начинает дергивать. Я говорю, никто мою душу не уродовал. Я с детства прислушивался к нежному голосу моего Создателя. Меня Бог наделил и силой физическим. У меня большая сила была. Я тренированный был ужасно как. Но я понял – это прах. И знания Бог давал. Я понял – это гордости ничего нет. Я в один день связался и бросил в подвал. В это время как раз занимался испанским языком. Опоздал я маленько ехать в Испанию. Это на 51 год. Надо довериться Богу. Сегодня у меня мысль пришла такая. Вчера один из Белоруссии. Ну, просил книги. И книги… Немножко просил. Просил к истинному православию. Симфония на неканонические книги и трехтомик Нового Завета. Ну и долго ответа нет. Я сделал запрос. Получили или нет уже? Да я получил, да я в разъезде, да никак, да. Ну и цена очень большая за пересылку. Так, я сейчас послушаю тут. Так, маленько. Говори. Ты понял, что надо? Да. Первый, второй, 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 два, два, три. Истинно так. Тебе кто будет помогать грузить? Да, привезу все. А ты только посмотри, чтобы все было сухое. Абсолютно сухое. Ну все. Так, это нам необходимо заранее подготовить. А то внезапно какая-то погода помешает. А контейнер подгонят, а у меня нету. А ты тут… Ну мы не знаем ничего, еще известий-то нет. Но я хотел заранее все подготовить. И мы местные тоже… Да. Хорошо. Как? Да хотя завтра не будет контейнера. Ты вообще в какое время подъедешь? После обеда. А ты поможешь мне здесь дом, где я живу, и до храма довезти? Тут тоже книги надо в одно место стащить. Ну все, тогда если можно, возьми Сережу. Нам нужно не меньше 4-5 человек. Так. Ну с Богом, Андрюша. Спаси Христов. Только запиши, чтобы не забыть. А то я буду… Все. Благодарю. Смотри только, точно считай, точно. И такие номера, которые я сказал. Третий у меня есть. Первая и вторая, Андрюшенька. Ну с Богом, аллилуйя. Вот такое дело. Помаленьку сбиваю в одно место. Я начинаю говорить, когда людям. Они никак не могут понять. Как это может так быть в этом уверенном? Мне веру Бог дал, что это говорит Бог. И когда я первый раз читал Библию, я считал не буквы. Как бы, повторяю, я не слышал, как бы голос Сева мне говорит. Авторитет непередаваемый. Когда стали первый раз молиться, там было, это у пятидесятников было, то они мне говорят, вы помолитесь. Но я стал молиться, достойно считаю, Богородица, кланяюсь. Я кланяюсь, кланяюсь-то сильно, и ветер пошел. А в день пятьдесятница-то ветер бурный был-то. А они думают, Дух Святой, говорит, наверное, сошел. Тут такое движение воздуха. Это глаза-то приокрыли, а я кланяюсь. Но они про себя подумали, говорят, ладно, пусть кланяются. А потом он научится, и вроде по-нашему. То ничего не получилось. Молись по-своему. А я никогда не молился. Еще молиться, когда я достойно узнаю. А как быть с соборами, где отцы говорили? Я сейчас закончу эту мысль. Они сказали, помолись, что у тебя есть. Я подумал, люди просят здоровья. Это быстро как молния пронеслась. Здоровья мне не надо. У меня за глаза здоровье. Стопроцентное. Все органы, все стопроцентно работают. Денег у меня хватает. Я работаю на корабле. Гробовые платят. Мы работали на минных полях. Корабль. Там, где глубинные бомбы были. Углубляли русло. Я ничего не знаю просить. О чем просить? А им так удивительно. Знания у меня есть. А потом я мгновенно подумал. У меня нет веры. Веры в Слово Божие. И первая моя молитва была о прощении мне грехов. И чтобы Бог дал веру, что Библия – его Слово. И вот как? Ну как? Это не было. Это как? То есть я стараюсь. Как будто с меня рюкзак кто-то долго нес. Снесли. Я даже, кажется, качнулся на молитве. На коленях стоял. И как голос пошел. Вот так по стенам везде. Верю, верю, верю. Этого не было. Но у меня в сознании. Все. Я встал. Я другой человек. Я на себя глянул. Какой я становился. И какой встал. Это другой человек. Я полностью переменен был в течение пяти минут. По сегодняшний день. И мгновенно мне Бог дал веру в это. Сразу и окончательно. Я когда людям говорю. Ну как может быть? А ты этого не просил? Нет. А я просил. Это первая была молитва. И хозяева какие были. И какие они были-то. Настолько они мне нравились. И я помолился потом уже. Господи, дай мне такую жизнь, как у них. Скажи ты, как картинка срисованная. Только он был в блокадном Ленинграде зенищиком. А я в тюрьме. Разница только вот в этом. Потому что войны уже не было. Все остальное один к одному. Яня Миша и Аня Еремеева. Вот что значит быть избранным Богом. Бог мгновенно отвечает. И выполняет. Я написал стихотворение. Сидит старик у камня. Задумался о чем-то. Чуть ниже под ногами. Речушки тихий шепот. И он думает, какие были гонения. Как был в тюрьмах. А я не... Какие тюрьмы-то? Я не знаю. Стихотворение написанное было пророчески о моей жизни. Я не пытался выполнять. Оно у меня все идет естественно. Теперь вы сказали о соборах. Повторите вопрос. Я вообще обобщаю о соборах. О почитании мощей, икон, допустим. О таких местах святых. Отцы что говорят? Они не говорят, что резать. Это первое. Почитание мощей выражалось в их достойном захоронении. Чтобы над ними не издевались. Собаки их не грызли. Другого понятия не было. Молились. Кадила были. Свящие все было. И хоронили их. Все. Потом уже дальше, когда было. Тогда стали уже в домах. Да, есть правила, которые говорили, что храмы основывают на мощах. То есть не то, что там положили и мощи ему там кирпичом задавили. Ну, здание-то большое, и там могила устраивалась. И все. Этого не было, что теперь палец отрезали, а палец разделили на 10 тысяч частей. У каждого, как Кураев говорит, нанотехнология по расчленению. Это все выдумка. Выдумка от неверия. Мне это не надо. А сейчас бы сказали, вот апостола Павла мощи я бы не принял. Даже ни под каким видом не принял. Недавно одна наша сестра говорит, у меня икона замиротащила. Я говорю, что? Ну, я не знаю. Я говорю, ну, ты мне-то звонишь, зачем? Ну, как? Ты знаешь мое мнение? Сейчас же ее забери, отнеси в храм. И батюшке передай, где верят в это. Вот и все. И все, замынул. Больше у нас нету. Я что-нибудь сказал неправильно-то? Я почтил священника, почтил икону. И не заразился погоней за чудесами. Это рассказывал мне Александр, вот тот, ну, который умирал-то. Да. Приезжали к нему, фильм снимали из Москвы. Вот. А у него в рамке стоял образ спасителя. Ну, старый-старый, еще ему, может, лет 70, лет 100. Такой из газеты или журналов, я не знаю. Вот. И они приехали. Он замироточил. Он говорит, с него аж полилось вот этот вот мир. Аж миру и стыдно. Сейчас Карл говорит, на меня облил я маслом. Понимаете, перед приездом репортера вот эта икона начала изливаться вот этим маслом. Святые люди приехали. И ради их замироточило. Мне нравится комиссия, которая была при патриархии, а Алексеем Вторым образована. По исследованию вот этого мироточения. И там были биологи. Павел Флоренский, это биолог. Разные-разные специальности. Химики были, все доктора наук. И в конце признали, одно, не чистая ли сила над нами издевается, а мы голову ломаем, а она смеется над нашими батюшками. И все опубликовали. Вот это правильный подход. Это я полностью поддерживаю. Так а вы в нее не верите. Что тебе мою веру испытывать? Я был за рубежом, у них была тогда одна мироточивая. И мне ватку дали. Она у меня всегда с собой. Верю, а не верю. Больно было, я помазался. Я верю. Но однако вы гоняетесь, ищете, а вот тут как раз подлавливает враг. Вас как-то не поймешь, вы против, вы за. Я признаю, это святые. Святые. Но поступали неправильно. Что, совместилось? Не по Евангелию. А церковь их канонизирована, я признаю. Я не молюсь таким, который совершенно не входит, как Иосиф Володский. Я ему никогда не молюсь. Это был Сталин в православии. На его совести инквизитора тысячи людей замученных. Это свой тарквемада католический. Это, наверное, единственный, которого я не могу никак, ни в какие рамки не входит. Он пилил и пилил царя этого князя, чтобы только начал казни. И тот сколько лет терпел? Никак. А он тебя для того Бога избрал, чтобы ты наводил порядок. А по сегодняшний день не знает, эти стригольники жидовствующие, была ли там ересь. Или все это понаписано потом было. Ну, даже не так. Иеретика после первого, второго вразумления убивать. Или так написано? Написано, отвращайся. Ты отвращайся. Больше ничего не надо. То есть, не беседуй с ним. Он заражен. Так он будет сеять заразу. Бог допустил. Когда владыки, рабы, домовладыки спали, говорит, варах присел, пришел и насеял зло. Спать поменьше надо. А что с ними делать? Тебе сказали, с теретиками обращаться кротко. Это каноническое правило. Да не коснется ли Господь? Вот и все. На мне сколько людей свои зубы поломали? Они, еретик там, ну, еретик, объясни, что такое еретик. Он не может объяснить даже. Ну, какие-то признаки конкретные. Давайте, вот, не сходите с места. Если ты сейчас не докажешь, то согласно канона и второзакония 19.19, ты сразу делаешься еретиком. Они опять оцени и доказывают. Что ты докажешь-то, когда я православный? Я хожу в храм, причащаюсь. За собой ни одного смертного греха не... Ну, просто нет, я сижу дома и нигде нет. Ну, там, бывает мыслями там, или где-то огневался по пустякам. Кошка там бросилась на голове, я ее шелкнул там. Ну, еще и... Это не казнь какая-то, я ее тут же и погладил. Я их люблю. А этот Александр-то, он куда делся? В командировке? Да нет, он на месте. Это самое, надо... Я хочу назначить день какой-нибудь, чтобы пообщаться с ним. Вам когда будет удобнее? Да в любое время, хоть сегодня. Но дело в том, что я уезжаю, так что пускай. Если только у него работа какая-то идет. Духовная. Если идет. Не пустопорожное время. Конкретное, что были у него вопросы, вот как вот Соболев зашел. Тут вопросы, с ним интересно разговаривать с Юрием. Он грамотный и по делу. Давыдкин вот заходит, Евгений тоже. У него вопросы, он считает их, задает. Я в этой области много-много лет трудился. Отвечать на вопросы. И поэтому я много считал. Просто много. Моя литература измеряется сентярами. Не килограммами. Мирская литература. Разных сектантов от происхождения до сегодняшнего дня. Я считал ее. Просто необходимо, чтобы дать со ссылкой. И поэтому оно неотразимо. Даниил Андреев, это-то Роза Мира, я говорил, как они приходили. А по Розе Мира, чтобы, ну, все это, ответить-то как? Это надо ее знать. А они такие все грамотные, вот как саентологи. А тут ни один сидели, зал конференции, громадный зал. И кончились ни один. И у всех в руках были книги. А я прямо страница такая-то. И вот цитирую, а дальше священное писание. Вот как я мусульманский Коран разбирал. Весь, пасура мая-я. Там выдержка рядом из Библии. Что говорит Библия и пояснение, что говорили, какие святые отцы. Просто материала такого нигде больше нет. Он как будто огромный молот какой. Когда я готовился, уже он в печать был сдан. Так мне свои говорили, не пищат эти. Мусульмане вас убьют там кто-то друг. Я говорю, а за что убивать-то? Я еще пожить хочу. Если я сказал неправильно, другое дело. А если привожу выдержку Кирилла и Мефодия, сказали, а это все в житиях святых. Ну и какая моя вина-то? Или что, они командуют, что мне считать? Тут мы не согласны. Я бы не ел никаких выводов. Показываю, вот в Библии я этому верю. А вы что, не верите, что Магомед спасает? Я открываю деяния 4.12. И руки даю ему, что он говорит, считай. Ну считай. Нет другого имени под небом, данного с человеком, которому надлежало бы нам спасти. Из какого имени? Мухаммада или Иисуса? Иса. Иса. Иисус. Вот и все. Нет другого имени. Нет одно имя. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Ну и... А дальше запятая. А неверующий в Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так мы еще погибли. Я тебе ничего не говорю, я тебе считаю. Ты веришь в Сына Божий, ты имеешь жизнь вечную. Не веришь? Нет. Это выражено в Священном Писании. Третья глава, 36 стих Евангелия от Иоанна. Ну и все. Только они меня подправили в одном. Я сказал Магомед, а Мулатом стоял и имам. Говорит, они меня подозвали. Я думаю, то ли резать будут. Подошел к имени, а его Мухаммад звать. Я говорю, да Мухаммад-то еще не совсем правильно. Как мы говорим, Югова, а на самом деле Яхва. Но мы привыкли так. И в Библии так написано, я пользуюсь этим. Я никогда не умничаю в этих вопросах. Я знаю, как указы. Слово Яхва у меня встречается много раз в Библии. Но я говорю, Югова, так это Мухаммад. Иногда скажу, Магомед, Махмуд. Это одно и то же. Инна Тихович, но откуда есть вообще история такая или где-то, может быть, я не знаю, где-то летописи какие-то о посещении таких святых мест? Откуда это пошло? Когда это началось? Никто не знает. Мы, скажем, когда начали об этом упоминать хронологи. Вот это можем сказать. А они начали упоминать об этом спустя 500 лет, как это уже было. И поэтому, когда возникло, ни один человек на земле не знает. Иногда это было в отдельной местности. Другие услышали это. Как похищали образы. Как похищали друг у друга мощи. А когда это было, стали гоняться. Ну, во всяком случае, не в первом веке. Это определенно. В первом веке мощи происходили живые. А потом стали резать. Тогда много казнили. А теперь ищут, кто вина. У Нерона была жена иудейка. Это жиды натравливали. Не опровергаю. Но если это так, что это говорит? Ее уже в живой нет. Отомстить ей нельзя. Вы уже. Нерона нет. А праведники на небе. Так помолитесь им. И они не искали. Нигде не упомянули. А Златоуз как говорит? Говорит там 8 слов против иудеев. Ну и что? Он говорит, да евреев встретишь, убей его. Я говорю, ты уверен? Так. Ну покажи где. Ни один не показал. А почему? Да нет этого нигде. Нету. Он видел, как еврей тащил православного к себе в синагогу. Поклянись мне вот в таком-то деле. Потому что православный его обманывал. Деньги не отдает. Это в житиях написано. Не отдает денег-то. Он тогда, когда уезжал, он ему другу-то оставил эти деньги. И говорит, вот храм святого Мины, Мина. Это имя такое было. А вернулся, а христианин ему не отдал. Я, говорит, не брал. О чем ты говоришь? Он говорит, да как же так? Мы же друзья. Ну нет. Ну пошли в храм поклянись. Еврей ему говорит. Ну он пошел и поклялся. А тот говорит, Мина, да кто в твоем присутствии делал? Ну и когда поехали куда-то. А он что-то там, ну по-человечески может быть что-то не так сделал. Конь поднялся на дыбы и его сбросил от того. Он не разбился, а у него там вылетели ключи, упали, то другое. Но они проехали где-то. Может христианин что-то хотел пакать сделать еврею-то. Но они обедают. И в это время слуга прибежал из дому и показывает ларец, который оставил с деньгами. А христианин так и опешил. Никто не знал, где он его спрятал-то. А это что такое? Да как, говорит, вот такой человек, он его стал рисовать. Ну вот этот святой явился и сказал, вот ключи, которые у него выпали с карманом. Иди там открой такое-то, в нем-то такое-то, вот отвозьми. И там они под деревом обедают. И скорее неси, пока я не убил их этого. Христианина обманывать еврея, это вообще чудо. Чтобы в деньгах, да еще еврея обмануло. Вот это чудо настоящее. Да еврей-то какой-то. Там вообще замечательная история. Я история, ты знаешь, жития святых. А другая не жития. Один там, Иван, познакомился близко. И они сошлись там по работе везде. И прям родняни. И еврей так полюбил этого Ивана. И решил быть христианином и креститься. Но креститься вот только в Риме. Там центр всего. Я хочу память. А христианин-то думает, пропал теперь. Это тоже Исаак никогда не вернется. Но прошло полгода, говорят, корабль Исаака швартуется в порту. Ой, идти не идти. Пошел, прощусь, последний раз смотрит. Он радостно по стопелям сбегает к нему. Обнял, он поцелуй говорит. Все, я убедился, готов день крещения назначай. Послушай, а ты в Риме был? А он, знаешь, там кардинальскими шапками разбрасывались. Там такой блуд. Там такое уродство было. Я был там. Я все своими глазами видел. А он даже боится спросить про это. Беззаконие это. А что ты там видел? Ну, что ты про это говоришь? Человеческое какое-то. Я так подумал, что если вот такие дела творят ваши руководители, а вера в народе так еще живет, значит, живой Бог защищает. Любая религия уже сдохла давно. Я понял, с вами Бог. Это только настоящий Бог живой может сохранить веру среди таких руководителей. Вот как надо рассуждать. Выбрать зерно, главное, вывод какой. Да, это, знаете как, это живет сейчас и очень, как говорится, умножается вот это все. Ну, и опять же, я не решусь, понимаете, я не смогу говорить людям вот так вот открыто, как бы на это нужна особая сила. Я даже не считаю это. Я считаю, говорит, правду открыто. Это призвание человека, это должно быть нашей сущностью. У меня внутри никакого чувства нет. Я просто, ну, говорю, дышу. Вот как дыхание. И все. Епископ или где-то я ему говорю. И он, главное, соглашается. Я ему говорю о погибели епископата. Привожу святых отцов. Ну, он обидчивый и не обижается. Это Бог так делает. Он показывает ему, что я люблю его. Я не хочу, чтобы он погиб. Кому много дано, много спросится. С начальствующих будет строгое взыскание, премудрец Соломона говорит. Никакие места, отдельно посещаемые, ничего человеку дать не могут, если сердце его далеко отстоит от этого. Даже Господу человек взывает. Вы говорите, Господи, Господи. Не всякий, говорящий, войдет в Царство Небесное. Вы приближайтесь ко мне устами своими. Или стили языком своим, когда я убивал, и Господь говорит, в пустыне-то. Но сердце их было далеко от меня. Но я милостиво прощал и приближал их. Вот и все. Я знаю любое Божие. Он милостивый, многомилостивый, как в молитве написано. Но только ты не греши. Ты вернулся, встал, больше туда не ходи, не попадай. О, вылез голову, ты там увидишь там. Научился вылазить оттуда. Сейчас полетит, маленько погодя. Полетит. Мы закрыли тут. Посмотри, газетка на кровать летит. А газетки шевелятся, он боится. Пешком заходит в избу. Нормальный парень такой раз. Вот он сейчас полетит. Вот всему надо уметь радоваться. Вот они не умеют радоваться. Вот вы как-то понимаете, отвлекаетесь там. Голуби, кошки, собаки. Да не только голуби, кошки, собаки. Я скворцов люблю. У меня 123 скворечника было. Повторяю. Я еще никого не встретил, чтобы один человек имел такое богатство. Я и на кладбище, и в лесу, и везде. С бородой дядька по лестнице. Ну, братья теперь помогают. Я по сегодняшний день такой и остался. Я люблю просто, и все. Опять же, а это особый, это харизма, который далеко не всем дается. Ответить-то можно что-то на это, но я даже ответить не могу. Я считаю, это совершенно нормальное явление, когда человек любит Бога и доверяется Ему. Я просто люблю Бога. Я его очень-очень люблю, моего Христа. И в этом все. Все остальное из этого проистекает. И люди, когда что-то опровергают, не знают истины, они пытаются выбить из меня, или, как говорится, клинями приподнять меня выше или сдвинуть в сторону. Это невозможно. Потому что я в руке Божьей, никто вам не повредит. И они это начинают ощущать. Что интересно, я вот разговаривал, кто сидели, по санкции КГБ шли. Всех, абсолютно всех до единой вербовали. А меня не вербовали. Никогда. Тут два варианта. Они видели, дурак, его не исправишь, бесполезно. А другое дело, они видели такую открытость и во всех трудах, и в беседах, и в дневниках. Ну и вот и все. О чем говорить? Они знают, что это бесполезное дело. Я тут же в кабинете разговариваю, я ему свидетельствую о Боге. Вот и все. Чтобы его Господь коснулся. И это было. А люди разные. И притом я не думаю его обращать. Вот в чем дело. Я просто помещаю об этой истине. А как он будет реагировать? Вот начинает подозревать. Вот Марк Берлинский, Арн, фамилия его. А вот когда выезжал он отсюда, при советской власти, его задержали, сутки там держали. Это в его время ведь завербовали. И вот он. Ой-ой-ой. Ну даже завербовали данных-то никаких нет. Как это можно говорить? Завербовали его. И поэтому он за советскую власть, поэтому он за объединение. Да откуда нам знать, за это, не за это? Я его не знаю. У него гостил был брат мой. И мне есть то, что я не согласен с ним. Вот когда он бился за то, что к патриархии они беспокаянные пришли, не изменились, момент упущен. Но подозрением клеймить кого-то, как сейчас говорят на Андрея Кураева. Андрей Кураев и не говорит неподтвержденное. Я нигде этого не видел. А он всех подряд, вы голубые, это монахи. Он говорит конкретно, была комиссия, Козлов, Максим, все признали. Ну дальше, это вы с одной лопатой на другой перекинули, он дальше этот петушок полетел, кукарекает. Вы его сразу довели до одной же кондиции, запретили его. И на этом все сняли сан, если есть. И на этом дальше уже второй этап по другому делу. Как-то поступает неправильно, как сейчас Украина. Говорят в интернете, какие решения они не принимают, ни одного умного решения нет. Совершенно противоположно делают. Зачем это? Людей простых ограничивают в чем-то там во въезде, визовый режим. Да вы же, в первую очередь, страдать будете. У вас, говорят, 3 или 5 миллионов тут работают. Работать-то негде. Против кого воевать-то? Ну маленько надо смотреть. Ну запретили там кому-то въезжать туда. Ну а при чем тут я? Я за Украину молюсь. За всех правителей поминаю. И Арсения, и Юлию, и Александра. Ну и что? Я-то не обижусь, а другой скажет, ну вот хохлы. Сдурели совсем. Надо научиться смотреть. Комара не отцеживай, говорит, оберблюда проглатываешь. Самое главное, нет любви к Богу. Вот это мне было понятно. И нужно научиться слушать Духа Святого. Что Он тебе говорит? Мы всегда на молитву, всегда абсолютно. Мы заходим в храм на 7 минут раньше. Полная, абсолютно мертвая чешена, даже не кланяться. 7 минут углубиться в себя. За прошлую неделю, за жизнь. Поблагодарить Бога. Молча, пока не откроются царские врата. За священника. Ни в одном храме я этого не видал. Нигде. А кто это ввел? Я бы тебе сказал, ты не поверь, же Бог это ввел. А откуда вы это узнали? А из молитвослова при патриархе Алексею Первым. Когда становишься на молитву, не борзись. Помолчи, приведи чувство в сообразное настроение молитвенному. Вот и все. А вот Он не такой, Алексей Первый, там где... Но у Него было хорошее. А было там где? Ну, ушел. Он вел пение, веру, пение. Очень разное, Него не пели. Все в церкви поют. Но разве это плохо? Он отменил всякие цветы, которые из бумажки, чтобы не приносили в храм. Бог живой. Живые цветы могут быть. А люди ничего не слышат. Это Он точно говорит и точно написано в Его трудах. Это я сам считал. Ну, хорошее, хорошее. Но и воплотить это в жизнь. А ругать это ничего не даст. Он с КГБ, он там кон КВД, он там работал. Ответил, ответил, не ответил. Молись, Чада. Бог наставит тебя. Вот меня спрашивают, а сколько у вас врагов? Я их не считаю. А как? Да так, что я их не считаю за врагов. Вот и все. А он враждует. Ну, сегодня враждует, завтра он сделает хорошее дело. Какой ветер-то от него идет. У него мощные крылья какие. Я вот сейчас возьму, Сергея покажу. Подожди маленький. Так, подожди копейки. Он летает по комнате везде. Давай я тебя возьму, посмотрю. Потихонечку, потихонечку. Не, подожди. Да вот он какой молодец. Да он, двухчубы. Вот он. О. Видать? Подожди маленький. На голове два гребешка-то каких у них. Это называется двухчубы. Вот это коричневый. Это не коричневый, я поставлю. Может он даже полетет туда к ней. Это, вот он сидит. Вот он так. Ой, все полетело. Как его не любить, он такой хороший? У меня все какая-то любовь несовместимая. Огонь и вода, кошки и голуби. Друг от друга прячу их. Вот сижу, а она свалится вниз туда. И теперь ковыляет. Она даже вот такое растаяние не может перелезть. Я дверь открываю, холод идет, ничего. Я с улицы кричу гули-гули. Она пошла. Он услыхал гули-гули. С голубятки слетают. Ее провожает везде, отгоняет. Такая любовь просто удивительная. Я об этом сколько раз уже говорил. Вот он сидит. У меня весело, у меня голуби. А я говорю, а вы здесь голубей не любите? Старобрядцы никогда голубей не держат. Ни одного старобрядца нет. Я вот тоже часто говорю, но опять же, у нас, да, у нас Господь нам разрешил есть, очистил мясо для нас есть, да? А я вот говорю, вот посмотрите, куры какие-то там, глупые куры, понимаете? Она, есть фотография к мальчику, подходит, тянется, плечо на плечо, голову ему кладет. Такая любовь, понимаешь? А люди их едят. Они же любят нас, а мы их едим. А мы для них челухоубийцы, палачи. Звероядные двуногие. Ну, найди ласковое слово. Что-то это, без юмора как можно жить? Вот я со старобрядцами знаю, что у них, чтобы юмор сказал, ни одного не встречал еще. Он не может. Вот старобрядческих детей привезли ко мне в лагерь-то, но они вышли из храма и сидят на скамеечке-то. Прям при входе в храм-то. Ну, сидят и сидят ребятишки. И я поместил эту фотографию в свою книгу. Старобрядцы, как увидали, только где-то. Вот как можно прокомментировать? Они хорошие ребятишки. Хороший. Отец художник. И у них такой же навык они. Ну, хорошие ребятишки. Прямо хорошие. Нет ничего подобного. И к ним хорошо относятся. Никодьяни, это мы православные, не запускают старобрядцев даже в храм. Это подписали. Это тяжелый старобрядческий юмор, я назвал. Ребятишек. Во-первых, они только что из храма вышли. Они любимые всеми. И он приезжал с женой в лагерь. Они запретили приезжать, они перестали приезжать. Но года несколько раз они у меня несколько были. Дети хорошие. Прямо-таки хорошие. Видно, воспитание занимается ими. Делал тайно. А другие узнали. Как же лагерь-то? Он же не старобрядческий. А все остальные это еретики для них. Ты-то меня православно называешь еретик. А ты-то еретик для старобрядцев. Ты что забываешь? Ты такой же еретик. Вчера приезжали старобрядцы. Покупали у меня иконы. Как-то они... Инна Тихович, я вот позавчера заходил. Сейчас я вам статистику какую дам. Позавчера заходил я. Значит, есть в Яндекс такая услуга. По ключевым словам, по запросам можно узнать статистику, сколько людей у вас заходит в месяц, интересуются вами. То есть только через один Яндекс вами интересуется в месяц 3250 человек. Вот, то есть, понимаете, каждый месяц 3000 человек интересуется вами, узнают о вас, кто вы такой. Представляете? А в год это получается, ну там больше 40 тысяч в год человек интересуется вами. Я гляжу на форуме, наш форум. Кто не пытался его раскрутить, бесполезное дело. Доходило 320. Опять скатилось на 280, а сейчас 260 каждый день. Его нельзя раскрутить. Он не подается. Остаются те, которые любят Бога. Ругаться нет. В течение месяца ни одного высказывания, ни одного. Два месяца прошло, ни одного. А каждый день 260, даже 300 человек. Зачем они приходят? Ясно, что что-то они считают. А потом вот все вот это заходят. А мы всей семьей на вашем форуме. И каждый день мы просто живем здесь так и думаю. И во сне вас видим уже даже. Ну вот это я понимаю, что люди ищут, и они преобразовываются. Это малое посещение. По сравнению, какое было у Кураева, какое было у Степаненко Максима. Тогда отец Сергий говорил, у него там чуть ли не миллион-то. А видишь, как получилось-то. Сейчас я не знаю, какое посещение у него, у Максима. Узнай у него, какое там посещение. Сейчас. Да я могу и сам узнать. Ну, во всяком случае, все меняется в этом мире. А у нас стабильно. Стабильно, говорит, тяжелое состояние, когда говорят о больных. У нас стабильно, мало интересуется нами. Это 3000, друзья, это... Мы на больше даем материал. Это у меня было 4 месяца такое состояние. Ко мне на обходе пригодили врачи и говорили, что состояние стабильное, тяжелое. Да, вот тоже стабильное. Да. Я был рад это слышать, что оно хоть и тяжелое, но стабильное. Да. Поэтому мы начали говорить о посещении каких-то мест. Вы смело скажите, Бог это не указывал и не призывал. И на суде Божьем Господь говорит, посетили ли меня болящего? Навестили ли меня в тюрьме? Вот где места святые. Не к святым, а к нуждающимся в нашей помощи, в нашем сочувствии, в нашей любви. Вы это не считали, скажите? Есть такая книга, называется Евангелие от Матфея. А там, скажи, есть 25 глава. Вот это надо искать. А то по местам, где-то. До таких мест, где являлось что-то правильно или неправильно, одних библейских мест можно найти много. А где отца Авраама Бог заговорил, когда он сделал из него избранный народ, это что, пустое? А когда Моисея, он сказал, а потом откровение, где закон давал, а где сказал, залез на гору и умри. До таких мест вообще море. Но я смело, как смело, ну просто открыто говорю, вот Сретение, оно никакой роли не играет на наше спасение. Вход Господень в Иерусалим, это тоже, это не праздник, это надуманное все. Он имел значение для тех людей, которые там были, чтобы увидели, что он мирный. Все. А это значение Сретение имело значение для Анны и для Симеона. Больше никакого значения нет. Вообще никакого. Имеет значение встреча Павла, Савла в Дамаск со Христом. Вот это имело. И моя встреча Сретение. А та никакого последствия не имела. И надо, тут не надо никакого ума, просто проследите за этим. Почему главизной, головой всех праздников считается Благовещение? Почему Дух Святой сошел? Зачатие произошло. А плодотворение? Через 9 месяцев родится Богомладенец. Ну надо просто брать главное и радикалом быть в этом деле. услышал Слово Божие, высветил прожектор. Еще про это нет. Я им говорю, они вначале дергаются, а потом начинают облагораживаться. Ты ездил туда, ездил, что тебе это дало? Это дало тому, где ты был. Ты там покупал что-то, и за счет этого финансовых вливаний местность там преображалась. Ну а ты-то остался тоже самый. А вот мы едем туда, у нас заранее уже намещаются и встречи, и беседы. Я иду с большими дарами, с большими. Просто с огромными дарами, не по нашему состоянию. Никогда я с собой столько не брал отдельно для подарков по отдельным людям. Я все на библиотеке нацеленный-то. А это для отдельных людей. Только для отдельных, только на подарки. Почти. Думаю, сколько было. Это 7,5 тысяч евро. Учитывая, что ничего нет. Игорь Михайлович, можно добавить? Я вот сейчас вспомнил, Иван Глятиана, 4 глава, Господь, когда беседовал с Самаренко, она ему сказала, что где, на каком месте надо поклоняться. Он говорит, мои поклонения, ну как, будут поклоняться в духе истине. И так же читаем, сказано в Писании, что где твое или трое собрано, во имя мое, там и я посреди них. То есть, где человек присутствует, молится, там и освящается Господом. Присутствием Божьим именно. Сам человек освящает молитвы свои. Так это люди ездят туда, главное, я считаю, это не от Бога. Не сказать, чтобы больше. По пустынным местам дух вводят, и люди ничего не могут найти. Это нет такого указания, и Бог это не заповедал. И они сослаться не могут ни на что. А куда идти, кого посещать, я могу точно сказать. Больных, слепых, обездоленных, нуждающихся, парализованных. Вот туда идите. Зато у спроса отвечал, делать и то, о чем Бог спросит на страшном суде. Да, вот этот аргумент, он перевешивает все остальные. А там ничего и нету, перевешивает-то нечего. Там, да, там оказывается, чашу пустая совсем. У меня любимый Псалом, 118-й, 113-й стих, он у меня взят эпиграфом. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. То есть, в одном стихе и ненависть, и любовь. А в другом месте, 96-й Псалом, 10-й стих, говорит так, любящий Бога, ненавидьте зло. Это зло. Зло по пустынным местам дьявол бродит и водит людей. Это не надо. И они в это вошли. А вот еще, когда они к иконам подходят, целуют и лбом потом бодают, вот это спросите, для чего они делают? Обязательно. И священник подходит, поцеловал, а потом головой ударит, боднет. Еще он мозги на место ставит или еще? Не знаю. Традиция, традиция такая. Завели вот традицию, людям понравилось и так, поклоняются так. Ну я говорю, ну вы когда целуетесь друг другу, ты бы после этого лбами не бьетесь, как бараны на поле из-за вещи-то? Нет. А почему икону решил боднуть-то? А если бы она в ответ так боднула, ты бы отлетел и копыта откинул. Это все мелочи, конечно, можно и ездить по местам, по этим, ну опять же, это нужно Бога любить, как вы говорите, любой Бога, можно ездить везде, когда любой Богу есть, а когда любой Богу будет, то ехать не закончится, я был в Сан-Франциско в Америке. И вот меня вдруг вызывает отдельно, подошел Петр Перекрестов, священник хороший такой, и там был у них Антоний в Сан-Франциске, и поговорить надо. Ну я пошел, все, люди хорошие, скажите, а вы такого знаете? Ну слышал, слышал, но не знаю его. Вот он сейчас просится в зарубежную церковь, а тогда-то отток был от православиных. Я говорю, брат мой знает его, он служил вместе, видимо, с ним. Ну как узнавать? Вот люди такие приходят, принимаем, они еще попало делать начинают. Ну я говорю, вам смешно будет. Я знаю такой рецепт. Они в России. Да, в России. Оплатите им командировку, присылайте в Потеряевку. Я их поселю в лагере. Каждый день, чтобы они так ослушались. Я вам через месяц дам полную характеристику. Как встает, как молится, как реагирует на обречения, как ест, как пьет, как ходит. Это... Он все будет знать. Только ко мне еще раз позвонили. Говори. Да, он звонил. Ты с ним только держи связь. Завтра, чтобы вместе с ним был. И он поможет снять нам с крыши книги. И он привезет, что нужно. Я благодарю, Сергей. Ты сделаешь, что приди. Я тут задержу Надежду Васильевну, она внизу будет принимать. Тут пять человек нужно, потому что высоковато. С Богом благодарю. Я сижу дома, информация стекается. Мне нужны книги все. Вот перебрали на несколько раз. Каких дома нет? Я же храню в разных местах. Я знаю, сколько. И здесь есть часть одного дома. В каких местах все данные получил. Теперь смотрю, в одном месте взять, в другом, в третьем, чтобы погибнуть, так не сразу все. В одно место теперь. И вот отсюда, чтобы завести, увезти, привезти. Это все за кадром. А это моя работа. Это между делом. О, дует. Слышно, не слышно, это воркоет так. Сидит, надувается. Я его сейчас на улицу отправлю. И нравится ведь ему. Не рвется ни на улицу. Сидел. Нет, это он мне песни поет. Это он не на улицу. Он как раз не хочет идти. Вчера мы долго были там на книгах-то. А его я забыл вынести. А ночью бесполезно. Они слепые ночью-то. Ну и он тут и спал. Я посмотрел, как он спит. Сидел, что делает. Ну, представь, Сергей, у меня на столе 8 голубей. Идет занятие. На столе 8 голубей. Там ролик один есть. Это надо видеть. Да вот, от них там бывает что-то. А от нас еще не бывает. Что-ли. Я всегда думаю, собака такой нюх. У нее собаки подсчитали в 12 с половиной тысяч раз сильнее человеческого. Тысяч. Вообразить невозможно. Вот. Как я собаке с ней разговариваю. Как ты терпишь наших таких зловонных? Какие от нас испарения идут? А он еще ласкается, да целует. А дует. Зоб какой сильный у него. Это он вверху сидит, она внизу там, и он ей песни поет. Нет, он любит ее. Ну, я же говорю, что он никуда не рвется, даже на улицу не рвется, сидит рядом с ней. Он место подыскивает, то на кровати повыше где-то. Я газет навешал, чтобы он не летал. Там вон в другом месте ему дано где. А время так ночью идет, у нас уже... Птицу-то возьми, вот сейчас поймай на улице голубя, он же будет рваться, улететь на улицу ему вырваться, а этот сидит целом. А я его на лондоне посажу, он сидит, сидит, потом полетит. А сюда пешком заходит, дверь открыта, я так растопоршусь, и его подгоняю, заходи с ним-то. И тогда он залетает тут. Ну, просто я люблю. Когда людям рассказываешь об такой любви, да такая мелочь, как вам... Ну, из мелочи я сам такой. Вот как он. Человек это многосторонний, это космос. Жалеть его надо. Жалость унижает человека, говорят. Ничуть не бывало. Человек это звучит гордый, горький, говорит. Неправда. Человек это звучит страшно. Это страшно звучит. Самая лучшая умы человечества работает над тем, как уничтожить человечество. Ладно, Сергей, я сейчас займусь голубями. А этого Александра, если увидишь, скажи, если у тебя есть серьезные вопросы, то встреча возможна, пусть завтра будет. А нет, пусть сегодня, вот хоть через час, поговорим. потому что меня потом не будет. Только вопросы, касающиеся спасения. Конкретно то, что у него не сформировалось, или он сомневается в чем-то. Я готов это сказать, сделать. Вопросы? Он сомневается, и у него, конечно, есть вопросы. Я вечером сегодня с ним созвонюсь, и мы тогда договоримся. Ну да, по-вашему-то вечеру, раз в ночь. Вот сегодня, вот сейчас у нас в данный момент 7 часов, то есть 8. Не позже, чем через час. Но сегодня никак не получится. Это можно. Завтра пусть. А завтра тут, у меня тут будет, может быть, работа. Тогда я уже не, завтра я не власти над собой. У меня, видишь, с разных сторон люди должны быть, и все совместить, и выполнить работу. А во сколько они решат? Мы поговорим, если я звонить, и так набатками не буду. А ничего, звони. Звони. Не получается, еще раз позвони. Так. Ну все. Ладно, Евгений, оставайтесь с Богом. Спасибо, Христос. Я благодарю Бога, что мы встретились с вами. С Богом. Не знаю, как-то, иконыщи, мы заедем-то там. Нас сильно в Украине беспокоит. Да не, ничего страшного, заедете. Господь как-то усмотрит, наверное. Да. Спаси, Христос. Матушке поклон передавай. Господь же так сделал. Все. Я все закрываю. Давай, ты сам там.